Деревенское милое детство Здравствуйте, дорогие друзья! С вами в эфире живого телевидения, ведущая литературной программы «Планеты княжен» Любовь Горн. Сегодня я расскажу вам о писателе Павле Черкашине из Хантамансийска. Я закончил Тюмецкий государственный университет, теологический факультет, где учат в том числе литературоведение, языкознание. Это очень нужная дисциплина для того человека, который пишет. Но я почему туда пошел, потому что я к тому времени уже несколько лет писал. Мне казалось, что это в какой-то степени мое возможное будущее. И чтобы лучше писать, грамотнее, профессиональнее, я пошел именно на этот факультет. Павел Черкашин – автор 14 книг поэзии и прозы. Занимается публицистикой, краеведением, литературными поэтическими переводами. Особенно нравятся детям его «Северные сказки», которые являются литературными переводами сказок народов Коми и Ханты. Личный богатый опыт автора в совместном проживании с Коми-Зырянами и югорскими народами выразился в очень бережном отношении писателя к сюжету и слову первоисточников. Волшебная сказка «Тимопей» была представлена в 2012 году на радио Югория в программе «Давайте говорить». Предлагаю послушать радиоспектакль бытовой сказки Павла Черкашина «Богатый человек». В старину, в небольшой деревеньке, жил богатый человек. У него была очень хорошая корова. Два ведра молока каждый день давала. И вот вышла она однажды по хозяйскому недогляду за ворота и не вернулась. Пошел хозяин ее искать. Целый день искал, но так и не нашел. Второй и третий день бродит по оврагам да по буеракам, а корова как в воду канула. Вот уж и неделя в поисках прошла. Нет, не может отыскать хозяин свою кормилицу. Послушай, жена, а давай попросим с тобою бога, чтобы он вернул нам нашу корову. А мы ее в благодарность отдадим в государственную казну. Ну что ж, давай попросим. А потом так и быть. Отдадим в казну государственную, лишь бы нашлась наша коровушка. Встал мужик перед иконами, зажег свечу и взмолился. Господи, Владыка Небесный, верни нам корову нашу, живой и здоровой. Мы ее в государственную казну отдадим. Будет она поить молоком не только нас и наших дедушек, но и всех нуждающихся. Не успела еще и свеча до конца догореть, как за окном послышалось знакомое мычание. Нет, не мог так быстро услышать меня Господь и помочь. Эта корова сама пришла. А раз сама пришла, то не отдадим ее в казну государственную. Жадность и до неверия доводит. Некоторые произведения писателя были опубликованы в региональных и центральных российских изданиях. Отдельные стихотворения Павла Черкашина переведены на английский язык, на стихи Ханты и Коми. На его стихи написано три романса и восемь песен. Павел Черкашин – член Союза журналистов с 2000 года, член Союза писателей России с 2003 года, член Международного литературного клуба «Интерлит» с 2004 года, лауреат многих литературных конкурсов. Ветеран боевых действий на Северном Кавказе. Восемь лет отдал службе в органах внутренних дел. Был выпускающим редактором окружной ведомственной газеты «Правопорядок Югры». В настоящее время является начальником пресс-службы главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому округу Югре. Майор внутренней службы, женат, воспитывая двух сыновей Федора и Назара. От имени всех мужчин и писателя Павла Черкашина поздравляю всех женщин с наступающим праздником 8 марта и дарю в качестве подарка стихотворение поэта. Мы помолчим с тобой о многом. Пусть столько жест, пусть столько взгляд. Замрет в значении глубоком. Молчанье, нежности, обряд. Мы помолчим с тобой о разном. К чему избитые слова? Так много таинства в безгласном, где каждый вздох любви глава. До новых встреч в эфире, дорогие друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова